Теперь еще вопрос. Мы с вами вверхом в том углу доски считали, сколько у нас получается избыточной информации при трансляции кадров той или иной длины. Если мы оперируем патроны, сколько нам потребуется таких патронов, если мы хотим обратиться к сетевой системе хранения? Размер, который кластера, мы это делили предположим, что мы не хотели купить. Здесь у нас хранится информация о данном кусочке. Насколько хорошо или разумно пользоваться камерой? Хорошо. Если я увеличу размер камеры, это лучше или хуже? Хуже. Почему? Умеличиваю. Это лучше или хуже? В данный момент. Вот если я буду вместо лопаты, коперирую, скажем... Работает с этой системой хранения. Лучше будет или хуже? Хорошо. А если я вместо 1024 буду использовать кадры по 256? Лучше или хуже? Я думаю, где-то посередине будет. Посередине чего? Ну, максимальная, максимальная, минимальная. 1024? Наверное, да. Потому что, ну, при передаче на ночь маните, будет высокая частота, нужно перевернуться. Ну, частота физически у нас одна и та же. А сколько? Да. Хорошо. Сколько пакетов нам нужно для того, чтобы обработать информацию о хранении сервера? Сколько пакетов? Вот таких. Один килобайр, 64 килобайр. Сколько нужно в разном? 64. А сколько нужно вот таких пакетов? 16. 16. Что проще обработать? В старенье, может, помешать, потому что не облаживается. Хорошо. Мы снижаем нагрузку и процессор в сетевой планке при передаче. И там проще. Ну, мы же теряем там 4 байта. Мы теряем 4 байта на пакет. Чем меньше пакетов, тем меньше пакетов. Ну, да. Но если через 16 слоев, то мы еще меньше теряем. Еще меньше теряем. Но основной выигрыш в том, что нам меньше идет обработки. Меньше обработки на компьютерах, меньше обработки на передатчики интерьера. Поэтому в системах хранения, присоединяясь к локарным системам, используется кадром увеличенного размера. Если он склероз не изменяет, то 10 кВт. Склероз не изменяет? До 10 кВт используется кадром, так называемая «джамбо-фрейм». Знаете основную монтику, да? Использование больших кадров позволяет передать большее количество информации с меньшими подными расходами. Технология эта введена в гигабит Ethernet. Но, естественно, у вас и источник, и приемник должны ее поддерживать. Если вы отстаиваете на источнике поддерживать джамбо-фрейм, а приемник этого не понимает, что мы, в общем-то, не можем гарантировать в технологии Ethernet, чем нам такого с точки зрения хранения данных. Что мы не можем гарантировать? Обычай не---- Диака Кодин... Чем нам можно вытащить дублированный канал? В ремель Mario Fan би 마스크arda в commune? Что мы могли гарантировать в бою? Что у нас не будет коллизий. Хорошо. Это мы можем гарантировать. А чего мы не можем гарантировать можем? Поппинринг, к сожалению, нет перегрузки, мы не можем гарантировать перегрузки, ну то есть нет, а? Ну, может быть, проблем в том случае, когда все на агент серы шлют? Ну, например, так. Мы не можем гарантировать времени доставки отдельно взятого пакета. Если для кольца мы можем просчитать заранее на бумажке самый худший вариант доставки, когда станция получает ровно одну дцатую пропускной способности кольца и не меньше, причем не реже, чем с какой-то частотой, то технологии Ethernet мы этого гарантировать и рассчитать практически не можем. Можно сделать какую-то прикидку, что... Ну, а гость повезет. А гость повезет. А гость повезет. При работе с системами хранения это не самый лучший вариант. Поскольку винчестер у нас имеет какие-то временные характеристики, то все 5 и 10. Поэтому все системы хранения имеют приличную внутреннюю память какому-то. После того, как у них собирается что сказать инчестерам, только после этого они говорят. То есть если у вас идет поток от 1024, вот пока вы наберется в дорогу в разуме, а на самом деле полная транзакция в записи паевой системы пока не наберется, с системой хранения. Это и есть такая вот машина. Существуют технологии передачи данных, которые в эту вещь в достаточной степени не веримы. Первый, мы о ней уже говорили, мы можем использовать в сервере. Что можно использовать? Что используют? Контроллер рейда. Рейд-контроллер такой. Ну там кто рассчитает там? Он похожий контроллер с внешним быком. Который рейд-контроллер. Ну и вот сюда. Чем хорошо? А вот этот шкафчик это у нас что именно? Это рейд-контроллер. 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 Система хранения. Мы присоединяем не через локальную сеть. Не через локальную сеть. А через ноток. А через ноток. А через ноток. Вот такой вот канал. Да. Чем вот так хорошо? Он быстрый. В нем не возникает нежных количеств. Он оптимизирован для работы. В чем минус? Доступ к хранилищам может быть. Ну не на ингредиенте. Но этот канал у нас не хуже, чем внутренний канал. А в каком месте получается все локальности? Ну он у всех стоит. Процессор, править, сеть, клиенты. Быстро. Быстро. Достоинство в том, что быстро. Минус. Надежность не хуже, чем внутренний канал. Причем она должна быть хуже. Почему она должна быть хуже? Больше того, где даже сединицы бывают надежные. Они не нужны. Где же подвох? Ну? Где же подвох? Ну подвох есть обязательно, иначе я не спрашиваю. Понятно, я делаю. Где зажатый собачий? Что мы знаем про такие соединения? Что мы знаем про высокоскоростные соединения? Что он ненадежный. Он ненадежный. Значит, смысл. Трудность делать длинные. Почти невозможно. Трудность делать длинные. Должна рядом с самим должным. Нам приходится вставить рядом на расстоянии максимум полутора метра. Практически в пределах метра. Если вы можете себе это удовольствие позволить, это хорошо. А когда там мы не можем поставить их слишком рядом? Тогда будет хуже. Например, может быть у вас такое решение в стойке. В стойке. В стойке. В стойке. В стойке. В кузне как тоненький. Я его, кстати, сделал толще почти в два раза, чем он есть на самом деле. В стойке. В стойке. В стойке. В стойке. Мало его. Что там запихано? Например, два процесса радио. Брейф контроллера. Гигабайт как 48 памяти. Это не те 32, которые мы рассматривали для примера. На самом деле, самый большой сервер, который я рассчитывал, но этот сбор, к сожалению, не дошел, мы в него закладывали терапайт памяти. По противке? Да. Да ладно. Как так? Типа монстр, который вообще... А, из построенных максимум какой? Из построенных я делал 192 гигабайта. Ааа, хорошо. Сейчас он 206 делал. 206? Класс. Не в такой дом. Не в такой дом. А мы видеодаптер не делали практически. Прикрутим. Ну, не можем. Я даже больше скажу, что мы не только присоединяли один раз на полчаса. И только консоль? А все остальное только удаленная консоль. На этот счастье не удалось. Ну, не смотри. Не, но все равно он может... Нет столько оперетничек имеется в виду уже вот. Здесь мы ставим. Для операционной системы. Чтобы у нас все это не рушилось. И относительно недорогую дисковую полку, в которой два блок питания. И разъемы для жестких дисков. В этом случае мы замечательно используем скоростную связь. И у нас полное счастье. Если нам не спичит, мы можем поставить еще одну полку. Как правило, здесь и по одному панелу наружу смотрят. Как минимум два. И вот будет наше счастье. Что-то хорошее дело. Будешь хорошо и удобно. А вот если вы хотите вот этот вот узел унести в соседнее помещение. Или так получилось, что это нужно сделать. Но это решение у нас уже не прошло. А зачем уносить-то? Здесь стоит и стоит. В коробочке банкировок у вас может не быть места. Ну на сколько не быть места? Вы себе не представляете, что будет дата-центр. Представляем, нам вчера рассказывали. Рассказывали? Ага. Там может быть банально не быть места. На сколько не... ну чуть-чуть-то найдется. Совершенно нельзя. Нет тут не следует, что рядом с вашим сервером может оказаться достаточно места. Ну тогда не рядом с сервером, так под сервером. Не под сервером, так над сервером. Ну в пределах метра может не оказаться место. Вот стоит вот ваш сервер, так еще, 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 еще... Нет кончика. А вверх? Ну? А вверх? А вниз? А вниз? А вниз местами? Полостало. Что мы используем? В обычном для того, чтобы увеличить расстояние? Очень рано. Расскаждаю про себя. Я хитро из нее, специально стер. Ну, может быть, более медленное, но более далеко. Что мы используем вместо меди для того, чтобы увеличить расстояние? Уточнилось. Ну, подволкнуло. Ух ты. Ух ты. Еще здесь тоже можно? Да. Класс. Есть такая технология. Вам вчера рассказывали про технологию микроминия? Нет. Только про... Да или нет? Нет. То есть про организацию, там, кондиционирование... Ну да, кондиционер, сколько энергии нужно потратить, сколько подстанции нужно подключить. Это специально оптимизированные для работы системы хранения технологии передачи даров. Логически это такое же кольцо как токен ринг, работающее примерно по тем же логическим правилам, обеспечивающие фиксированную скорость передачи даров и фиксированные задержания. Формально скорость этого кольца невелика, всего 2 гигабита. Угу. Все, да. Но есть толкость. Эти два гигабита используются всегда на 100% практически. В отличие от гигабитуры задания. И обеспечивают предсказуемый уровень задержек. Поэтому, если мы там объединяем какое-то количество внешних массивов, которые вот так всё обращаем, мы можем примерно представлять, с какой скоростью у нас будут доступны те или иные даты. Количество колец техническое ограничено. Для меня обычно много двух портов не делают. Обычно не делают больше двух портов. Но, в принципе, этого хватает практически на все случаи применения. Потому что реальные прокачки 100 мб в секунду в каждую сторону достаточно. Это не технология локальных сетей. Это именно технология хранения данных. Поэтому сеть, в которой используется данная технология, она совершенно полностью отдельная. То есть мы имеем сеть хранения данных. Имеем подключенный сервер. И это самое узкое место получается, да? Получается не узкое место. Мы с локальной сетью и серверами включаем все отдельно. То есть трафик клиента сервера на сервер. Во-первых, не мешает трафику сервера в хранилище. Видите, да? То есть нам пришел запрос еще что-нибудь посчитать. А, и там в оперативной памяти столько всего можно подержать? И мы по отдельному независимому каналу посмотрели, что еще у нас где и как. И мы с этим работаем. А, это вот обычно вот именно так и делается, да? Большие вычислительные системы делаются примерно так. А, это их-то технологии? Они есть практически во всях действительно больших организаций. Первоначально коммутаторы стоили так, что токенлинг-сеть обходилась дешевле. Первоначально. А потом коммунирующие матрицы научились делать быстро, дешево, за копейки. В то время как внутренний логик вклад в токенлинг осталась такой же сложный. В этот момент... Нет, видите, мы же берем то, что выглядели, и у нас не то есть вставлять про это. Правильно. Поэтому сейчас, ну, достаточно мало, по крайней мере, в России потребителей, которым интересно было бы вложиться в цепь полиции. Есть, наверное, крупные заводы, НИИ и прочие. Но на самом деле подключить вот такую стойку по 2-4 гигабитному каналу или использовать 10 гигабитовый Ethernet, он уже есть. Более того, эти стойки для присоединения к сети уже могут использовать 10 гигабитовый Ethernet. 10 гигабитовый Ethernet. Это уже получается быстрее, чем эти вот кольца. То есть эти кольца уже уплоть в прошлое? Возможно, они сделают какой-то рывок, потому что идеологически они правильнее для системы хранения. Но вот этот вот простенький тупенький Ethernet со своими коллизиями, с потерями производительности, с деградациями, как ни странно, сожрал все динозавры. Ну что делать? Мы сами такие. Мы сами такие. Да, произошло ровно то же самое. Простить технологию, которая оказалась заложена в достаточно большая гибкость и вариативность, ухитрилась сожрать высокоспециализированных монстров. Какая вот забавная хитрость произошла. Революция электроники в чистом виде. В процессе теории Дарома и так далее. Да, да, да. За счет универсальности и гибкости сделала то, что не смогли хорошо продуманные, умные системы. Ведь она появилась в терме Xerox в свое время как дешевая альтернатива жутко дорогому токенрингу и аналогу. Они были патентованы, не кусались, поэтому они сделали себе длинные опробы сельку на 1 мегабит. Работала она по совершенно людоедскому кабелю толщиной мой палец. Коаксиальный кабель. Знаете, что такое? Коаксиальный кабель. Как кабельный интеллигент. Впереди непроводничок, наружно-полодящий объект. Взрывами разъема. Внеплялась сюда коробочка, от которой по времени с кабель вышли в шоу-конфьютер. Длина была ограничена 5 сотен миллиметров. Сколько тут станций? Не помню, 20 что ли? Не помню, сколько станций. 20-30. И вот этот примитив, действительно примитив, дорослся до таких величин, всепожирающих. Более того, глобальные сети практически сейчас скроются уже тоже на технологии интернета. Хотя еще лет 10 назад это было совершенно не возможно. Даже с этим стоят. Здесь все-таки какой-то экономический порог. Прямо имеет смысл впускать на рынок технологии до того, как откупилась предыдущая. Разработка, сколько это стоит денег? Пока эти деньги не открыты. Но если не мы разрабатывали тот предыдущий, то зачем нам взять пока то окупится, если нас вообще раскручивает разработка? Если вы сумеете, предположим, вы вложили деньги в производство. Понимаете, в чем фокус? Разрабатывают и производят разные компании. Например, те же самые, скажем, тайваньские производители вложили деньги в производственную линию, ну, предположим, с нормой 0,22 нанометра на процессорах. Ну, 28, я не помню сейчас точно. По-моему, они в нее вложились. Очень хорошо. Сколько стоит такая линия, вы все представляете? Миллиард долларов. И вот приходит такой вот умный товарищ, говорит, ребят, а я вот придумал погрожную 0,15. Процессоры, ну, выбрасывайте свою линию, которую вам надо поставить, и ставьте вот по новой технологии. Они пошли. В случае, они его запечатают подвал. Ну, на самом деле это не принято. В подвал засору. Ну, пусть строят свой завод, и там линии все дела. Это больше не дорого. Далеко не каждый может себе позволить приобрести подобную линию. Ну, взял он денег. Ну, пусть валют. Пусть валют. Ну, пусть валют. Ну, пусть валют. Ну, пусть валют. Сначала они приведут до окупаемости то, что они уже сделали. Потом они приведут на следующий год. Хуже того, многие производители совершенно сознательно дуют свою корову, пока она не сдохнет. А сколько их коровы? Ну, фигурально говорят. Как коровы-то свою технологию, серьезную не улучшают. Пока она приносит хоть какие-то деньги, пускай приносит. Какие консерваторы будут сидеть и потом погорят на комплект? Ну, это уже их проблема. Пока производитель получает хотя бы какую-то прибыль, он даже не чешется. Потом начинает чесаться, и очень часто отказывается, что уже поздно. Что поезд ушел. И что пока он доставит свою корову, все уже давно уехали. Уложились другие разработки.